С Воскресеньем! С Воскресеньем! С Воскресеньем! С Миром! С Миром! Значит, я кратко сегодня просто напомнить о том, что у Володи сегодня, у Владимира, ответственный день. Два часа по местному времени. Помолитесь, пожалуйста. Господи помил. Давай помолимся вместе. Давайте. Господи Божий наш, разуми брата Владимира и расположи к нему начальствующих. Помоги, Господи, все это сделать по воле Твоей, Святой. Мы на Тебя надеемся. Ты все можешь, Господи. Тебе хвала и слава, Отественный, Святой Дух. Аминь. И умудри, Владимира. Дай ему, Господи, бесстрашие. Аллилуйя, аминь. Он боится всего. Он, видишь, какой скромный такой. На дороге надо маленько, ну, где гнать, гнать, где-то остановиться. Вот я ездил, когда мы далеко ездили. Два шофера. Это дальнобойщики были. Машина. Он нигде не мешает никому. И как-то успевает поехать. Он все знает где. Одним колесом едет по траве, а другой по грязи. А это сразу раз вляпался. Это опыт. Я вот беседую с мусульманами. Все удивляются. А я только гляну на него. Я знаю, кто он. Иду по камерам в тюрьме. Он подходит где-то. Я вижу, он врет или не врет. Почему? Я один из них. Я как-то же их был. Я знаю, что и как. И так человек. Вот мы едем там. Или в соседней деревне есть такой. Евгений Алексеевич Долгов. У него, кажется, 6400 гектар. И он едет и смотрит вот так. Вот это поле, говорит, волнами. Это, говорит, разгладить. Года за два я бы его разгладил. А как? А я напоперек вот так вот дисками сейчас буду. Говорю, туда-сюда землю растаскивать. И все. То есть он только глянул. Все, поехал. Говорю, все знает. Столько земли. Поехал в Бразилию. И, кажется, еще там опыт какой-то брал. А начинал-то полтора гектара было. И постепенно вот дорога едем, которая... Государство не может сделать дорогу. Он сам ее сделал, чтобы не застревали. Он нам сильно, мне сильно помогает. Да. Вот. Ну, я уже Володе не сказал. Он пошел сейчас голубей кормить по ходу. Сейчас я буду машину смотреть. Так вот заведу, проверю, чтобы все нормально было, чтобы доехали. Вот. Потом в Корчину нужно заехать посылочку получить. Вот. Прислали Володе семена из Тюмени. Женщина. Вот. Сегодня в среду договорились с почтальоном, что она будет работать. И до экзамена мы поедем, как раз получим, и сразу в Мамонтово. И сразу. Вот такой пример. Как приедем в Мамонтово, мне сигнал дайте еще. Я по телефону не звоню, но слушать могу. Только всегда называйте сразу. Звонит такой-то. Кузьмин Николай, я из Потеряевки. Тогда я отвечу. Если неизвестно, я не отвечаю. Не рад ничему. Ну, представь, за одну ночь только 72 звонка лишние были за ночь. А постепенно отвадил. Сегодня не было, мне кажется. Ну, один только звонок был, и то отошел сразу. Я усвоил, спаси Христос. Усвоил это дело. Вот вчера один у меня... Ну, как бы так. Говори. Алло. Говори, говори, я слышу. Вам слышно меня? Вот сейчас, сейчас зависит. Сейчас, да. Ну, вот. Вчера один какой-то звонит. Я говорю, а я давно вас знаю, то другое, Иван Якимович. Я подумал, по телефону звонит, называется. Я не знаю, я не отвечаю. Тогда он по скайпу. А в скайпе его сразу видно. Тут теперь договорились. Вот там он начинал говорить о книгах и прочее. И они, главное, отошли от патриархии. А там отдельно где-то. И такое недовольство. Патриарха. Что мне делать? Я говорю, а что делать? Вы уже себя определили вне церкви. Кто у вас священник? Кто его рукополагал? Если вы рукополагали его патриаршие, как отца Акима, а вы, говорите, безблагодатные. Вы сами себе приговор подписали. Ну, вот так. И вот сразу заулыбался. И вот я знал, что вроде получил тут ответ. Я говорю, что какой я ответ-то дал? Я сказал одно, смиряйся, идите на проповедь благовестия. Сколько вас человек? Кто ходил? Не один. Ну, еще вот тогда папа приехал. Не приехал от папы. Там какие-то кардиналы. И у патриарха были. А там одна, которая ухаживает. Говорит, он себя ведет, как будто хозяин. Ну-ка, он в гостях и хозяин. Вы чего придираетесь-то по пустякам? А что вы, мертвая засохшая смоковница? Вы себя не видите? И он, мужик, смирился. Вот и все. Вот заглядывает там где-то экуменизм. Я говорю, а у вас родственники есть? Вы с ними бываете, обедаете вместе? Так это экуменизм есть только на семейном уровне. Ну, он встречался с папой, да еще дальше. Да уж давно все распродано. А мы делаем, как должно. А написано, молчанием предается Бог. Молчанием предается Бог. Это Григорий Чудотворец говорит. А как я предается? Когда я патриарха Пимина этих, я их всех обличал. В ООН писал. Генеральным секретарем ООН. В партии. Там Хрущевы и Брежневы. Кому только я не писал. Обличал их за это. Я тут не виновен. Он думал, так, сейчас скажут, ага, вот вы рассыпались. Меня сразу вызвали горком партии. Это вы писали я. И дальше уже они со мной разговаривают как. Я прошел эти все трубы. Да, спаси Христос. Аллилуйя. Ну, все, Игнатий Тихонович, аллилуйя. Ну, хорошо, скажем, поговорили. Как приедете там уже, значит, обязательно мне дайте звонок. С двух часов. Все, отошел. С Богом. Все, все, все. Благодарю за звонок. Спасибо, Христос. С Богом. Там, где можно, там эти на мостах пойти на нарезать тольника еще, скажи, пока не засохли. Еще побольше, чаще насадить на втором мостике. То есть засадить надо. Хорошо. Да-да, у нас под контролем. Но здесь нас поджимает, земля поджимает. А плюс еще коровы прорвались. Здесь надо изгород делать, чтобы они не прорывались. Потоптали огород частично. О-о-о. Да как они? Кто пас не смотрел? Да, пас, а кто пас? Неизвестно, кто пас. Но они рванули, там, быки рванули. И не остановить главное. А, ну ладно, это надо жерди заготавливать. И потом ставить столбу. Да-да-да. В одну жердь хотя бы протянуть. На таком вот уровне они уже не полезут. Ну все, с Богом. Да. С Богом. С Богом.